Открывается Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Вы, наверное, заметили, что в сказках нередко встречаются хитрецы. Да еще какие! И чего они только не придумают, лишь бы других вокруг пальца обвести. Лишь бы все устроить по-своему. Вот об одном таком хитреце я и хочу вам прочесть сказку. Называется она «Сундук». Послушайте ее, пожалуйста. Жил-был король и королева во дворце. У них, как полагается, служил дворецкий. Служил он много лет, но был хитер. И хитрость почитал за добродетель. И вот однажды сам король позвал его и приказал поехать в далекий край за старым сундуком. Вот незадача, размышлял дворецкий. Тащиться за стверст в тьму таракань. Нет, не поеду. И схитрюсь. Устрою все по-своему. И останусь я во дворце. К чему сундук тем паче старый? Прихоть короля. И поспешил дворецкий королеве. О, умоляю вас, уговорите его величество не посылать меня в тьму таракань за старым сундуком. За это обещаю каждый день вам приносить пирожных в благодарность. Пирожных? Удивилась королева. Подумать я должна. Приди потом. Потом. Расстроился дворецкий и вздохнул. Пока она подумает, король меня уже ушлет. И побежал к мышиной норке. Эй же, мышь! Позвал он. Дело есть. Скорее выходи. Какое дело? Высунулся носик. Ах, погрызи у королевы платье, Чтоб поскорее та уговорила его величество не отправлять меня в тьму таракань за старым сундуком. За это я не пожалею головки сыра. Лучшего поверь. Поразмышляю я о сыре на досуге, Сказала мышка и ушла к себе. Вот неприятность. И она туда же. Дворецкий вымолвил. И побежал к коту. Сиятельнейший кот, Он произнес с поклоном. Несчастнейший дворецкий Просит вас немного напугать шалунью мышку. Пусть погрызет она у королевы платье, Чтоб поскорее та уговорила его величество не отправлять меня в тьму таракань за старым сундуком. А я за это деревенских сливок куплю ведерко вам. Заманчивое дело. Кот Промяуков потянулся. Но смогу обдумать это к вечеру. Сейчас, простите, лень. Устал я от обеда. Все ненадежные. Вот беда. Взволнованно проговорил дворецкий. И поспешил к собаке королевской. Ах, уважаемый сеньор Барбос, Ожальтесь над несчастнейшим дворецким. И погоняйте королевского кота, Чтоб тот немного напугал шалунью мышку. Пусть погрызет она у королевы платье, Чтоб поскорее та уговорила его величество Не отправлять меня в тьму таракань за старым сундуком. А я, сарделик, обещаю первоклассных Пятнадцать связок к вечеру доставить. Ла-ла, я занят. Завтра приходи, пролаял пёс. А там посмотрим. Завтра, сердито прошептал дворецкий. Да завтра будет незачем смотреть. И побежал к быку. Голубчик, умоляю, Бодните королевского Барбоса, Чтоб тот усердно погонял кота, А тот немного напугал шалунью мышку. Пусть погрызет она у королевы платье, Чтоб поскорее та уговорила его величество Не отправлять меня в тьму таракань за старым сундуком. А я за это выкуплю для вас сток сена у крестьян. Поразмышляю, Бык обещал. Быть может, Но попозже. Да что тут размышлять, Спылил дворецкий. И побежал скорее к пастуху. Эй ты, пастух, Чего изволит барин? А ну-ка погрози кнутом быку, Пусть он слегка боднет ленивого Барбоса, Чтоб тот усердно погонял кота, А тот немного напугал шалунью мышку. Пусть погрызет она у королевы платье, Чтоб поскорее та уговорила его величество Не отправлять меня в тьму таракань за старым сундуком. «Простое дело!» Вымолвил пастух. И погрозил кнутом быку. Да так, что тот боднул немедленно Барбоса. Барбос погнался с лаем за котом. Кот напугал тот час шалунью мышку. Та стала грызть у королевы платье, И королева побежала сразу к его величеству. И стала убеждать его Не отправлять в тьму таракань дворецкого За старым сундуком. И убедила. Был дворецкий рад. Смеялся он и прыгал, как козленок. Но любопытство ради своего Спросил о сундуке он короля. Что, мол, хранилось там в тьму таракани? Там было золото наградой для того, Кто слушался меня беспрекословно, И много лет мне преданно служил. Хотел тебе его отдать, Но все напрасно. Ты сам себя награды той лишил, Сказал король, печально улыбнувшись. Награды? Сам себя! Вскричал дворецкий. И вышел из дворца. Тут приступили к нему Ее Величество, Шалунья Мышь, Кот, Гав, Барбос и Бык. И все одновременно. Ну, где пирожные? Где сыр? Где сливки? Сардельки где? Где сено сток? Да, вот расплата, Вот итог. Вздохнул дворецкий, Хитрости моей. Остался без награды, И за это Теперь других я должен наградить. И обещал он с той поры О хитрости Навеки позабыть. И, говорят, Исполнил обещание. Вот такая сказка, дорогие мои. Решил дворецкий короля перехитрить И по-своему все устроить. А в итоге Перехитрил-то самого себя. Да без награды остался. Мне его искренне жаль. Как, впрочем, и всех хитрецов. Потому что Тех, кто честно делает свое дело И живет в послушании, Ждет великая награда, Которой хитрецам Не видать, как своих ушей. Давайте помнить об этом. До свидания, дорогие мои. До свидания, мои хорошие. Всего вам самого доброго. И храни вас Господь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok